Сильный снег прошел в Славянском районе в минувшие выходные. Высота снежного покрова достигала 15 сантиметров. Погода снова проверяет на прочность систему ЖКХ и все оперативные службы. Но стихия никого не застала врасплох. Такого снегопада на Кубани, да и в Славянском районе не было давно. Но в нашем муниципалитете были готовы к погодным неожиданностям. По информации из поселений района, дежурного МВД, дежурных Славянского и Красноармейского ДРСУ, для выполнения работ по уборке снега было привлечено 95 единиц техники, работали 162 человека. Благодаря общим усилиям удалось оперативно расчистить основные дороги и обеспечить движение автотранспорта. Составляются графики, маршруты движения техники, графики дежурства специалистов администрации, которые дежурят круглосуточно, отслеживают состояние дороги, покрова и организуют эту работу. То есть у нас заготовлена соль, заготовлен песок, работают собственная техника администрации, это две КДМки, пять тракторов с навешанными отвалами, два грейдера собственным и три теракса. Также заключен договор с подрядчиком, у которого привлекаются от него еще две комплектно-транспортные машины. Работы по расчистке улиц от снега продолжаются в соответствии с принятыми графиками. Идет уборка тротуаров, остановочных павильонов, всех социально значимых мест. Пешеходные зоны и дороги посыпаются песко-соляной смесью. Убранный на дорогах снег вывозится. Сейчас зачищаем тротуары, поперечки, отодвигаем на дорогах уже снега, нет, теперь отодвигаем обочины, дальше грейдер ходит, сдвигает и вывозим снег там, где он мешает. Сначала делаются центральные улицы, особое внимание у нас улицы Школьной, улицы Ковтюха, улицы Красной, Ленина, юных коммунаров, Отдельской. Вот в первую очередь эти улицы делаются, а потом уже начинаем дальше двигаться. Славянцам также необходимо по мере сил принять участие в уборке снега около своих домовладений. Согласно правилу благоустройства санитарного состояния города, жители должны самостоятельно выйти из своих домов и возле своих домов убрать снег на тротуарах, а не ждать, пока придёт администрация. Непогода отразилась не только на автомобилистах. Из-за снегопада были случаи отключения электроэнергии как в городе, так и в сельских поселениях. Сотрудники славянских электрических сетей постарались быстрее восстановить повреждённые линии. Было задействовано 30 специалистов в составе 6-ти бригад в сопровождении 11-11 техники. Все бригады работали до полного взаимодавления электроснабжения всех потребителей. Также значительное время потребовалось на обработку отдельных заявок от бытовых потребителей. В Славянской электрической сети проводятся мероприятия по повышению надёжности электроснабжения потребителей. Могу сказать, что запланированы работы по повышению надёжности схем электроснабжения потребителей в наших станицах-хуторах Славянского района. Любые самые неблагоприятные капризы погоды не должны мешать жизнеобеспечению. Заинтересованные службы делают всё возможное, чтобы город и район жили и работали, как обычно, в штатном режиме. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчуков. Программа События.